По международным правилам спортсмен, дважды улечённый в применении допинга, получает пожизненную дисквалификацию. Игоря Боура должны были отлучить от спорта ещё в 2008 году, когда второй раз в его организме обнаружили запрещённые вещества. Впервые Боура поймали на допинге в 2004 году. Тогда он выступал под фамилией Лазарь. «Когда я был начальником департамента молодёжи и спорта, Молодовская федерация тяжёлой атлетики известила нас о том, что штангист Игорь Лазарь был пойман на допинге и дисквалифицирован». Смену фамилии Игорь Лазарь Боур объяснил семейными проблемами. «Фамилию сменил после развода родителей. Я решил взять фамилию». Обман скрылся лишь после чемпионата Европы 2013 года. В тиране Игорь Боур завоевал три медали – два серебра и одну бронзу. До конкурентов дошла информация о том, что молодовский штангист дважды попадался на допинге, но продолжает выступать. Международная федерация, проведя собственное расследование, пожизненно дисквалифицировала Боура. Первыми об этом известили Национальный олимпийский комитет Молдовы. «У нас есть официальное подтверждение того, что Лазарь сменил фамилию на Боур. Он по разу был пойман на допинге, когда носил фамилию Лазарь и Боур. Спортсмен, дважды попавшийся на допинге, не имел права выступать на международных турнирах. Мы сами себя обманываем. Я никогда не смирюсь с тем, чтобы мы завоевывали медали обманом. Это грубое нарушение. Я хочу, чтобы молдавские спортсмены завоевывали медали только в честной спортивной борьбе». То, о чем знает Национальный олимпийский комитет, не знает ни Молдавская федерация тяжелой атлетики, ни Министерство молодежи и спорта. Игорь Боур – третий молдавский штангист, получивший пожизненную дисквалификацию за применение допингом. В 2006 и 2008 годах от спорта отлучили Александра Братана и Владимира Попова. Александр Батнарь, Виталий Дроголин, Юрий Куцю, Влад Коробан. Сегодня в Молдове.